Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит наши беседы в видеозаписи. Мы продолжаем рассматривать формы священного предания. Прежде всего, мы рассматриваем те формы священного предания, которые особенно важны для богословия, для теологии. При предыдущей нашей встрече мы говорили о первой важнейшей форме священного предания – это священное писание. Сейчас мы переходим к следующей, чрезвычайно важной для богословия форме священного предания – к святоотеческим произведениям. К этой форме священного предания относятся произведения различные, причем по своему жанру. Это могут быть и поэтические произведения. Среди святоотеческих произведений можно встретить и слова, и проповеди, и такие песнопения даже. То есть произведения, насыщенные поэтически. И можно встретить произведения, посвященные рассмотрению тех или иных существенных богословских вопросов. То есть по своему жанру, если так можно выразиться несколько упрощенно, это произведения самые разные. Сюда же относятся и аскетические, например, произведения, сосредоточенные на понимании и прояснении христианской жизни. То есть это корпус произведений весьма разнообразных, и корпус произведений чрезвычайно обширный. Святоотеческие произведения создавались на протяжении столетий и продолжаются создаваться и в настоящее время. И в настоящее время, по мере признания того или иного богослова, христианина святым, его произведения тоже переходят в состав вот этой формы священного предания, входят в состав святоотеческих произведений. И таким образом и в XIX, и уже в XX веке святоотеческие произведения пополнились. Можно вспомнить, например, такого автора XX века, как преподобный Силуан Афонский, который был причислен к лику святых. Ну и в XIX веке тоже мы знаем богословов, которые тоже были канонизированы, то есть причислены к лику святых. Это и святитель Игнатий Брянчанинов, например, и святитель Феофан Затворник, но и другие, и многие другие, целый ряд других. Что характерно для святоотеческих произведений как формы священного предания? Прежде всего, пожалуй, необходимо сказать о том, почему эти произведения выделяются, почему им придается особый вес в богословии. Это связано прежде всего с пониманием святых отцов. Поэтому можно начать с того, как понимаются святые отцы, то есть с того, как отличить такого христианина, которого мы признаем святым отцом, от такого, которого мы все-таки не беремся признать святым отцом. Хотя при этом, конечно, окончательный суд, итоговый суд по этому вопросу, мы, разумеется, оставляем Богу и в полной мере узнаем о том, достоин ли был, может быть, кто-то из христиан, не канонизированных этого наименования только в жизни будущего века. Полностью, сразу можно сказать, полностью формализовать отнесение к святым отцам того или иного христианина невозможно. Но, тем не менее, некоторые вспомогательные критерии, формализованные, существуют. Ну, а почему невозможно полностью формализовать причисление к лику святых отцов того или иного христианина, тоже, наверное, должно быть понятно. Именно потому, что речь идет о действии, действии святого духа, о том, что тот или иной святой отец действует под руководством святого духа, дары святого духа различны, и далеко не всегда удается современникам и потомкам того или иного человека четко узнать в нем святого отца. Иногда проходят, иногда достаточно быстро христиане по целому ряду признаков распознают в том или ином христианине святого отца. Иногда для того, чтобы узнать в нем святого отца, требуется столетие. Бывает, что канонизация происходит через столетие даже после того, как усоп тот или иной христианин, после его кончины блаженной. Но и при этом, в общем-то, не исключена с богословской точки зрения ситуация, когда так и не смогут живущие христиане узнать, распознать в том или ином выдающемся христианине святость и причислить его к лику святых отцов. Но каковы же критерии? Давайте скажем несколько слов о формализованных критериях, но, разумеется, с той оговоркой, что, несмотря на всю свою полезность, они все-таки не позволяют четко, с такой математической точностью, доказательностью в каждой определенной ситуации сказать, кто является святым отцом, а кто не является. Значит, первый критерий — это святость жизни. К святым отцам относятся те, кто свои произведения, то, что свои мысли, выраженные в этих произведениях, явил, подтвердил, как не только свои, но и сообщенные при содействии Святого Духа в общении с Богом, подтвердил святостью всей своей жизни. Но этот критерий, наверное, вполне понятен. Немыслимо в богословском понимании ситуация, когда человек, христианин осознает, глубоко воспринимает от Бога смысл, значение, содержание тех или иных сторон откровения, и при этом в своих отношениях с другими людьми, с ближними, при этом в своей жизни ведет себя таким образом, что становится понятным, что он руководствуется все-таки множеством других посторонних мотивов, а не преимущественно, а то и исключительно, единственной установкой на общение с Богом, на близость к Богу. Поэтому и формулируется в богословии такой критерий – святость жизни. Святость жизни указывает на то, что христианин выражает близость к Богу, в том числе и посредством более полного восприятия откровения и выражения этого откровения. Второй признак отнесения к святым отцам – это здравость учения. Так его можно сформулировать, тут слова могут различаться, но смысл этого признака заключается в том, что в своих свидетельствах о различных сторонах откровения, в раскрытии различных сторон откровения автор не увлекается теми или иными нехристианскими по своему происхождению, может быть, идеями, какими бы они иной раз не представлялись интересными и привлекательными для человека, не склоняется к тому, что формируется часто и самими христианами, но несовместимо с откровением, то есть не склоняется к ересям, к заблуждениям существенным, не проявляет какой-то такой установки на особую оригинальность, стремится согласовывать то, что он предлагает с другими святыми отцами, учитывает постоянно суждения других святых отцов, не стремится как-то выделиться, выделить себя, что тоже, в общем-то, для христианского образа жизни совершенно не характерно. Вот такая здравость учения тоже может свидетельствовать и свидетельствует об особых дарах, дарах того или иного христианина, которые, возможно, позволяют его отнести тоже к святым отцам. Но и здесь еще давайте остановимся, чтобы показать то, показать некоторые богословские вопросы, непростые, связанные с пониманием святых отцов. Остановимся на таком критерии, который принят в католичестве, распространен в католичестве, и в то же время не принимается в православии. Это критерии, которые можно назвать древностью. В католичестве к святым отцам принято относить только тех, кто жил до VIII века, примерно до преподобного Иоанна Дамаскина. Среди восточных авторов, а среди западных авторов католики даже еще более только древних авторов причисляют к святым отцам, то есть где-то только до VII века. Вот такой подход. Такой подход в православии. Православие отвергается, и специально об этом писали, на это обращали внимание богословы, и XX века тоже отрицается он, отвергается потому, что за этим подходом стоит идея, в конечном счете, о том, что Святой Дух в своем действии, в своем содействии восприятия откровения, так или иначе ограничен временем. То есть получается вот такой нелепый вывод, что Святой Дух был, мог, был способен сообщать откровения в особой мере только древним христианам, а вот дальше уже время, более близкое к нам, накладывает на него такие непреодолимые препятствия, что здесь он даже никак не может никому призвать, никому сообщить откровения в той же полноте, что вступает, например, в явное противоречие со словами Иоанна Крестителя, Бог может из камней сих создать детей Авраама. Богу, возможно, все, разумеется, и никакие временные, никакие исторические рамки здесь для Бога не являются препятствием. Ну и более того, православные авторы подчеркивают, что таким образом вот эта идея о том, что Святой Отец может, к Святым Отцам можно отнести только древнего автора, в некотором смысле уничижает Святого Духа, ограничивает Святого Духа какими-то историческими обстоятельствами, историческими временными рамками. и даже как бы тут не получилось, что здесь мы можем констатировать некоторую хулу на Святого Духа тем самым, хотя, конечно, тут, конечно, нужно быть осторожным. А мы помним строгие слова Господа о том, что хула на Святого Духа не простится, не простится человеку ни в веки семь, ни в будущем. Таинственное указание здесь мы затронули, вспомнили Христа, который, конечно, чтобы его полнее осознать, требует обращения к святоотеческим толкованиям, но, в общем-то, эти слова тоже вспоминаются, когда мы имеем дело с такими ограничениями, например, в понимании Святых Отцов. Далее, когда мы говорим о святоотеческих произведениях, что еще принципиально важно, что еще отличает их произведения как форму священного предания? Отличает постоянное стремление опираться на священное писание. То есть, если мы обратимся к святоотеческому произведению, то увидим, что оно наполнено и прямыми цитатами из священного писания, и пересказами тех или иных событий, о которых говорится в священном писании, и тем, что еще именуется аллюзиями, то есть такими тонкими ссылками на даже не только повествование отдельное, не только на отдельные фрагменты священного писания, а даже на отдельные слова. Можно, пожалуй, сказать, вспоминая слова преподобного Серафима Саровского, который говорил, что ум христианина как бы плавает в священном писании. Христианин, если он действительно состоялся как христианин, все, о чем он не думает, все это соотносится с священным писанием. Вот ум христианина, если пытаться развивать этот образ преподобного Серафима, чувствует себя в священном писании как рыба в воде. И, может быть, наоборот, когда он лишается возможности подтвердить те или иные свои действия, те или иные идеи священным писанием, он чувствует себя как рыба, оказавшаяся на суше. Действительно, настолько все мышление человека проникнуто священным писанием. И святые отцы как раз именно такой пример и пример погруженности в священное писание нам и дают. К сожалению, сейчас это не всегда хорошо заметно. Изменилась тоже культурно-историческая ситуация. Если в древности, когда еще не появились такие технические средства по тиражированию книг, уж не говоря о технических средствах, которые раскрываются или предоставляются в наше распоряжение электронными средствами обработки текстов, когда мы можем в электронном виде по отдельным словам, по отдельным каким-то ключевым словам, как иногда говорят, находить очень быстро любое место во всем священном писании, во всем корпусе священного писания, находить в этих электронных версиях, изданиях священного писания все, как иногда говорят, параллельные места, то есть можем взять любой фрагмент священного писания и посмотреть, где во всем священном писании так или иначе затрагивается та тема, тот вопрос, который в данном выделенном нами фрагменте тоже затрагивается. Вот при всем том, что это дает, конечно, в наше распоряжение огромные дополнительные возможности по изучению священного писания, лучшему пониманию священного писания, при всем том меняется общая установка человека, современному человеку, да, в общем-то, и человеку предшествующих столетий, когда широко распространились средства тиражирования книг, когда текст священного писания стал общедоступным, вот такому человеку не требуется прилагать особые усилия для запоминания, запоминания текста священного писания. В отличие от древности, древности, когда книги священного писания переписывались, они были дорогими, соответственно, не каждый мог себе позволить приобрести такую книгу, и поэтому христиане постоянно были нацелены на то, чтобы как можно лучше священное писание помнить, запоминать, запоминать прежде всего из того, как оно читается, фрагменты из него читаются в церкви. И сейчас в результате современный человек часто затрудняется, затрудняется, читая святоотеческое произведение, обнаружить аллюзии на то или иное место священного писания, обнаружить цитаты, а эти цитаты иной раз ограничиваются одним-двумя словами даже, такими вот характерными словами священного писания. И по этой причине, например, в современных изданиях святоотеческих произведений редакторы часто специально, специально в скобках для современных людей, вот с такими их особенностями восприятия, указывают ссылки на священное писание. И если это издание, с которым тщательно поработал в этом направлении тот или иной редактор, можно обнаружить, насколько это издание испещрено, можно сказать, такими ссылками. Что еще раз свидетельствует о том, насколько мышление святых отцов неотделимо от священного писания. Вот один богослов современный даже выразился в таком смысле, что, ну, конечно, тут это выражение такое предельно обобщенное и нуждается, может быть, в некоторых дополнениях и пояснениях, но, тем не менее, оно довольно яркое, он выразился так, что в некотором таком предельном смысле все святоотеческие произведения можно рассматривать как такой расширенный комментарий, комментарий на священное писание. Настолько священное писание занимает выделенное положение в мысли святых отцов. И, разумеется, в полной мере все это относится к тому, что мы можем сказать о тех или иных основополагающих догматических положениях, положениях святоотеческих, развиваемых, раскрываемых в святоотеческих произведениях. Вот даже можно здесь вспомнить из истории церкви такую непростую ситуацию, которая сложилась в четвертом веке, когда прояснялось прежде всего учение Пресвятой Троицы, и когда православные богословы предложили включить в символ веры слово «единосущный». Наверное, современному человеку, когда он читает символ веры, часто бывает сложно осознать, что это слово «единосущный» совершенно особое место занимает в символе веры с точки зрения своего происхождения. А именно, это слово по своему происхождению слово метафизическое, это слово из философского лексикона, в то время как все другие слова символа веры, это слова взятые из Священного Писания. Это тоже может быть иной раз современный человек с трудом осознает и может быть не полностью. А вот для современников святых отцов, которые предлагали символ веры, современников Первого, Второго Вселенского Собора, ну, прежде всего, Первого Вселенского Собора, это было совершенно очевидным и даже привело к некоторому непониманию. Непониманию. Были такие христиане, которые возражали против символа веры Первого Никейского Собора по формальному основанию, а именно по той причине, что они считали, что в символе веры не должно быть никаких слов, никаких понятий, никаких категорий, взятых не из Священного Писания, и поэтому они считали неприемлемым включать в символ веры вот такое слово, важнейшее слово, мы еще об этом будем говорить, православного богословия, как слово единосущное, поскольку оно явно взято из совершенно другого языка, из языка метафизического, из языка философского. Но разумеется, разумеется, когда мы говорим о святоотеческих произведениях, потому мы и говорим о святоотеческих произведениях, как о еще одной важнейшей для богословия форме священного предания, что эта форма отличается от священного, от формы священного Писания, и в частности это отличие заключается в том, что святые отцы включают в свои произведения и аргументы метафизические, и аргументы логические, и аргументы философские, объясняя, разъясняя, выражая на том языке, который доступен восприятию людей, в том числе еще и не может быть и не достигших хорошего христианского уровня восприятия откровения, они пользуются всем арсеналом возможных средств, в том числе и вот такими средствами. Ну и что еще можно отметить в связи со святоотеческими произведениями как формой священного предания, можно отметить, что, например, ту характеристику, которую мы использовали, когда говорили о священном писании, не получается отнести к святоотеческим произведениям. Это характеристика, которую формулирует святитель Филарет Московский, упроченность. Например, святоотеческие произведения как форма священного предания нельзя сказать, что настолько же ясны, настолько же упрочены, как священное писание. Это выражается в том, что постоянно идут дискуссии в богословии, в таком разделе богословия, исторического богословия, прежде всего, как история церкви, патрология, патристика. Постоянно идут дискуссии о принадлежности, например, того или иного произведения тому или иному святому отцу. И в ряде ситуаций довольно серьезные есть сомнения богословские о том, что действительно то или иное произведение относится к тому автору, к которым оно надписано. И ситуация здесь еще усложняется тем, что по мысли исследователей, историков, в древности иногда те или иные представители еретических направлений, видя, что их идеи отвергаются и в общем-то могут быть вообще забыты через некоторое время, а книги их с изложением этих идей не будут востребованы и просто тоже перестанут переписываться и фактически исчезнут. Надписывали, вот прибегали к такой, можно сказать, хитрости, они надписывали эти произведения именами тех или иных известных святых отцов. Надеюсь, что таким образом эти книги вместе с содержащимися в них идеями сохранятся и получат некоторое продолжение в христианском мире, в христианском сознании. Вот вплоть до таких непростых ситуаций доходило дело и иной раз разобраться в том, что с чем, с каким именно произведением, чьим произведением мы имеем дело в данной конкретной ситуации, оказывается, непросто. Конечно, есть некая основа, разумеется, несомненная основа святоотеческих произведений, которые никем не подвергаются сомнению, ни с исторической точки зрения, ни с содержательной точки зрения, но помимо этого встречаются и вот такие более сложные более сложные ситуации. Поэтому нельзя сказать, что корпус святоотеческих произведений это нечто упроченное. Постоянно возникают возникают новые мысли, предположения. Кроме того, постоянно открываются уже в относительно недавнее время, в 19-20 веке открывались, обнаруживались новые святоотеческие произведения, до этого неизвестные. В архивах древних монастырей, например, они могли обнаруживаться особенно в архивах монастырей восточных, которые менее изучены, чем архивы монастырей западных. И таким образом, с точки зрения упроченности мы не можем, например, сказать, что столь же упрочена форма данная священного предания, святоотеческие произведения, как священное писание. но и это влечет за собой некоторые сложности, сложности для работы, работы со святоотеческими произведениями. Приходится здесь, ну, эти сложности связаны, прежде всего, с огромным объемом, объемом святоотеческих произведений, несравненно превосходящим объем книг священного писания. И даже с использованием современных средств электронного поиска, электронной обработки текстов, мы даже чего-то приближающегося к таким возможностям поиска, как в изданиях священного писания, применительно к святоотеческим произведениям не обнаруживаем. Здесь только, ну, может быть, наиболее наиболее известные святоотеческие произведения, более-менее охваченные вот такими электронными ресурсами, позволяющими осуществлять поиск по ключевым словам, но при этом очень много еще предстоит сделать, и эта задача непростая в силу прежде всего даже просто объема, объема этих произведений, при том, что они еще и написаны, написаны на разных языках, прежде всего, конечно, основной значимый для православия корпус святоотеческих произведений написан на греческом языке, но кроме этого есть и важные древние произведения латиноязычных авторов, и целый ряд произведений, написанных на востоке, на сирийском языке, причем на древнесирийском языке, на других языках, которые чрезвычайно сложно даже переводить, потому что, скажем, современный язык даже для носителей современного варианта соответствующего языка такие древние тексты непонятны, например, тексты на древнегрузинском языке, святоотеческие, или переводы на древнегрузинский язык, современному носителю грузинского языка непонятно. Читать такие тексты могут только люди специально, можно сказать, посвятившие свою жизнь изучению данного языка и чтению и переводу текстов на этом языке. все это делает форму священного предания, святоотеческие произведения достаточно сложными для богословской работы. Но при этом нужно констатировать, что в богословии наряду со священным писанием, вместе со священным писанием, слово наряду может быть слишком поверхностно, какой-то неуместно арифметический такой носит оттенок. Вместе со священным писанием святоотеческие произведения составляют основу, основу, вторую основную форму священного предания, на которой базируется православная теология. Следующие формы священного предания, еще несколько форм священного предания мы упомянем, но более кратко, поскольку именно в теологии, в академическом богословии они меньше получили распространение, но все-таки я думаю знать о них тоже полезно, и поэтому о них мы тоже скажем. что это может быть не как Продолжение следует...